Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Господин Никто, 2009 года. Проснувшись немощным стариком, Немо Никто оказывается последним смертным в гротескном будущем. Все люди уже давно бессмертны и с удовольствием наблюдают за телешоу, где главная звезда – дряхлый и безумный старик Немо, доживающий свои последние дни. Накануне конца к нему приходит журналист, и Немо рассказывает ему свою историю, перескакивая из одной жизни в другую, параллельную, несколько раз за рассказ успев умереть. Терзаемый хронической бессонницей и отчаянно пытающийся вырваться из мучительно скрученной жизни, клерк встречает некого Тайлера Дёрдена – харизматичного торговца мылом с извращенной философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование – удел слабых, а саморазрушение – единственное, ради чего стоит жить. Пройдет немного времени, и вот уже главные герои лупят друг друга, почем зря, на стоянке перед баром, и очищающий бардобой доставляет им высшее блаженство. Приобщая других мужчин к простым радостям физической жестокости, они основывают тайный бойцовский клуб, который имеет огромный успех. Но в концовке фильма всех ждет шокирующее открытие, которое может привести к непредсказуемым событиям. Депрессивный главный герой всегда и всем говорил «нет», например, друзьям, если они зовут его куда-то. Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать «да» на любое предложение. Матрица, 1999 года. Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части. Днем он самый обычный офисный работник, получающий нагоняя от начальства, а ночью превращается в хакера по имени Нео, и нет места в сети, куда он не смог бы дотянуться. Но однажды все меняется. Герой, сам того не желая, узнает страшную правду. Все, что его окружает, не более чем иллюзия. Матрица, а люди – всего лишь источник питания для искусственного интеллекта, поработившего человечество. И только Нео под силу изменить расстановку сил в этом ставшем вдруг чужим и страшном мире. Пенантый этаж. На 13-м этаже компьютерной корпорации была разработана совершенная модель виртуальной реальности, создание которой повлекло за собой цепь таинственных убийств. Разгадать загадку можно, лишь погрузившись в иное измерение, где может быть ответ на многие вопросы, а может быть страшная нереальность. Умница Уилл Хантинг Уилл Хантинг – 20-летний вундеркинд из Бостона, который то и дело ввязывается в неприятные истории. И когда полиция арестовывает его за очередную драку, профессор математики берет его под свою опеку. Но при одном условии Уилл должен пройти курс психотерапии. Сеансы перевоспитания, начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в дружбу между Уиллом и его наставником. Шоу Трумана 1998 года. Представьте себе, что вы вдруг начинаете понимать, что все вокруг вас – декорации, а люди – актеры, притворяющиеся теми, кем они вам кажутся. Весь ваш мир оказывается большим телесериалом, где вы исполняете головную роль, даже не подозревая об этом. Вся ваша жизнь – результат работы автора телешоу, которое вот уже 30 лет смотрит вся планета, начиная с момента вашего рождения. В такой ситуации оказался Труман, главный герой картины. Будет ли он продолжать жить в безопасном мире, где, как он теперь знает, у него практически нет свободы выбора? Или все-таки выйдет из игры и станет сам хозяином своей судьбы? В которой его ждет незапланированная сценарием девушка. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok